Правительственный час в региональном парламенте. По вопросам новой тарифной политики при расчете платы за ОДН отчитывается Максим Громов. В зале представители профильных ведомств, депутаты, чиновники из муниципалитетов. С 1 января этого года в многоквартирных домах расходы за коммунальные услуги в части ОДН включают в плату за жилое помещение. Введение нормативов прекращает практику неучтенки при потреблении, за которую раньше платили граждане. С этого года размер платы за ОДН не должен превышать норматив, установленный на уровне региона. При начислении тарифа применяться будет расчетный метод. Берется нормативные значения именно на конкретные услуги. То есть, если электроэнергию мы рассчитываем, мы берем нормативные значения, сколько лифт потребляет, сколько потребляют антенны, силовые установки, сколько потребляет. То есть, не берется уже по приборам учета. По приборам учета приезжают нормативы для аналогового метода. Он сейчас уйдет из законодательства. Новая система должна стимулировать управляющие организации снижать потери внутридомовых сетей. В минимальный обязательный перечень работы управляющих компаний ТСЖ входит в том числе подготовка инженерных систем к прохождению отопительного сезона. Это промывка, опрессовка и все регламентные работы на инженерных сетях. На это тоже требуется ресурс и здесь тоже есть его расход. Поэтому ОДН – это не только помыть полы в подъезде и цветочки в подъезде, но и в том числе на обслуживание содержания инженерных систем. Депутаты областного парламента и эту систему считают не идеальной. Нормативы потребления жители называют несправедливыми и с жалобами обращаются к депутатам. Человек должен платить только за то, что он потребил. Если у него нет фактического учета, то норматив. А вы говорите, у кого-то увеличился, у кого-то. Причем здесь увеличился или уменьшился? Потребил я столько, заплатил. Это должна быть оплачиваемая услуга. В итоге после бурных обсуждений переходящих в крик собравшиеся приняли решение. Вопрос, платить по нормативу или по факту потребления, вынести на заседание областной думы. Еще одна новелла, которую важно обговорить – новые правила и схемы обращения с ТКО. Вводится новый экологический сбор с производителей и импортеров готовых товаров, средства от которого будут поступать на развитие системы обращения с отходами. Услуга для жителей становится коммунальной и будет осуществляться на основании договоров. С 1 июля региональный оператор начнет уже выставлять счета за вывоз и утилизацию мусора. Платить теперь жители будут не с квадратного метра жилья, а с количества проживающих. Норматив накопления твердых отходов для административных и офисных учреждений составил 0,121 кубометра в месяц на одного сотрудника. Для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов 0,18 кубических метров в месяц на одного проживающего. Куб мусора по расчетам получился 506 рублей без НДС. В эту стоимость входят расходы по захоронению отходов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы рекоператора, так называемая сбытовая надбавка и средства за сбор и вывоз ТКО. Плата на одного человека составит не более 104 рублей 60 копеек. Это максимально возможный тариф. Точный его размер будет установлен до конца мая. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.